Детская образцовая студия «Танца Радуга» под руководством Викулова Елены Ильиничны вновь порадовала нас мюзиклом «Сказка о любви, вечная как жизнь». Любой мог посетить его и посмотреть захватывающий сюжет сказки. В основу спектакля вошли мультипликационные фильмы «Красавица и чудовище», «Малефисенте» и «Алиса в стране чудес». Каждый из данных мультфильмов по-своему нравится руководителю и актерам, поэтому они бесспорно остановились на варианте постановки по сюжетам этих сказок. Выбор актеров также являлся главным этапом в подготовке. Некоторых ребят перехватывали перед самой премьерой, а другие приезжали за несколько километров, чтобы отрепетировать свои сцены и прочувствовать каждый диалог. Илья Степанов, например, сыгравший роль Люмьера, учится в Екатеринбурге, но смог найти время для подготовки. Ученики 11-х классов тоже, к удивлению, нашли время для мюзикла. Даже те, кто играл роль «Бэль» и «Чудовище». Ну, наверное, как любому из сидящих в зале, тяжело перестроиться после того действия, что мы видели, и говорить какие-то слова. Ну, я восхищенен, я восхищенен от всех. Просто кроме слова «восторг» ничего сказать нельзя. Огромное спасибо вам. После показа мюзикла ребят ждала традиционная пресс-конференция с юнкорами студии «Арт-Медиа». Начинающие корреспонденты узнали секреты закулисья и даже сумели пообщаться с новичками. Вот уже третий год подряд мы, юнкоры студии «Арт-Медиа», встречаемся с талантливым коллективом «Радуга», который радует нас мюзиклами. Сегодня мы узнаем интересные истории закулисья и немного больше о мюзикле. Давайте начнем, поприветствуем друг друга аплодисментами. Я юнкор студии «Арт-Медиа», и я обращаюсь ко всем. Вы уже третий год ставите мюзикл, и каждый раз меняется контент, и сразу напрашивается вопрос. Вам все так же интересно ставить его, репетировать, выступать? Есть все тот же ажиотаж, ну как кураж, как от первого раза. Честно? Да! Меня зовут Руда, я журналист студии «Арт-Медиа», и мой вопрос обрисован всех. Какие чувства вы испытываете перед выходом на сцену? Кто хочет ответить? Я, например, выступаю здесь впервые. Если честно, я сильно волновался, когда ко мне подходили, я просто всех, так сказать, отшивал, потому что мне было не до них. Я серьезно сильно волновался. Здравствуйте, меня зовут Вика, и у меня вопрос для всех новеньких ребят, которые пришли. Вы участвуете в спектаклях, в мюзиках первый раз. Какое у вас было чувство? Как вы вливались в коллектив? С кем вы сначала познакомились? Кого вы категорически не принимали к себе в друзья? Спасибо. Вот просто, я не знаю, я, наверное, таких чувств давненько не испытывала. И вообще, вот вливаешься, как вот просто, будто с этими людьми тысячелетно. Не знаю, у меня это что-то. Всем привет, меня зовут Инга, и у меня вопрос. Шло выступление, зрители в ожидании волшебства. А что происходило за кулисами? И какие интересные моменты там происходили? Ну, наверное, самым подходящим словом будет вакханалия. Это крики, это беготня, это постоянно смотришь на то, какая сцена дальше будет, какие нужны декорации, как их надо правильно поставить. Но мы справились, все, как всегда. Меня зовут Аня, я в Мирковской облике, и я хочу задать вопрос. Как вообще появилась идея совместить сразу несколько таких интересных историй, и почему именно эти истории? Получилось это совершенно случайно. Леонидовична нас собрала, как обычно, на репетицию. Ну, не как обычно, так как мы 11 класс, она немножко отстранила нас отдел. Но в этот раз решила пригласить, чтобы мы помогли поставить, что-то там помочь. Меня спросили, что я думаю, и как-то так получилось. Мы все вместе, коллективно создали такой спектакль. Мне нравилась «Красавица-чудовище» Елене Ильиничне Малефисента. И вот так вот у нас все накипело. Она очень хотела включить номера из «Алисы, стране чудес», так как это очень яркий фильм, мультфильм. Вот так и собралось. Вот это вот чудо, если так можно сказать. Спасибо. Кто еще хочет задать вопрос? Меня зовут Юля, и мой вопрос адресован мне Екатерина Кирсовой. Скажи, пожалуйста, понравилось ли тебе играть злодейскую роль? Понравилось ли вообще играть себе на сцене, так как ты это делаешь в первый раз? Спасибо. На самом деле, я думаю, что это вообще мое англо. Сейчас я говорю. Так, поэтому, не знаю, мне было и просто, и непросто. Но когда начинаешь думать, как она, когда начинаешь проживать те ситуации, которые были у моей героини в жизни, начинаешь все это прочувствовать, тогда становится просто и легко. Вообще, понравилось. Да, очень понравилось. Но, конечно же, хочется попробовать что-нибудь в будущем положительное. Потому что раз отрицательную героиню я уже сыграла, может быть, что-нибудь положительное для меня найдется. Катя, можно еще один вопрос от меня? Как было тебе в таком подростковом коллективе? Ну, на самом деле, когда я пришла в первый раз, как бы никто даже не понял, что я постарше на 5 лет, у меня почти каждого. Вот, все, кто меня приведет, сразу доброжелательно. На самом деле, блин, 5 лет, мне кажется, ничего не значит. Можно сказать, что это какое-то целое поколение, но на самом деле нет. С ребятами общий язык легко и просто найти, потому что даже в университете в своем мы всегда были в числе активистов, поэтому общаться с ребятами, узнавать что-то новое, это круто. Поэтому мне очень понравилось. Поэтому, ребята, всем спасибо за сотрудничество. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я журналист от Медиа. Вот недавно было сказано про сцены и декорации. Декорации сделаны своими руками? Да. Абсолютно. Сколько времени это занимает? Клубно ли это? И кто был самым ответственным человеком за создание? Каждый день почти просто развешивали. Это очень долго и маятно. Ну, а создавали мы их, как обычно, все вместе. Собирались после школы сразу же и до десяти вечера сидим и делаем, 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 делаем. И делаем. Здравствуйте, меня зовут Александр, и у меня вопрос для всех. Что бы вы делали, если бы в начале вашего выступления отключили бы электричество? Спасибо. Мы же все знаем свои слова, свои роли, поэтому мы бы кричали зрителям по-громче, чтобы они услышали и все-таки насладились этим волшебством и сказкой. А, еще один такой похожий вопрос. А что бы произошло, если бы один из главных героев просто бы не пришел? Ну, пять минут спектакль идет, должен идти, а героя нет. Ну, у нас все знают роли друг за друга. Кого-нибудь да нашли. Хоть Леру, хоть Настю заменили бы. Все бы было хорошо, потому что, так как мы проживали этот спектакль просто день за днем, с 22 ноября, и мы все вместе писали. Каждый знал слова, каждый знал текст другого персонажа. И мне кажется, было бы несложно заменить, ну, допустим, меня или котика. В общем, все бы было хорошо. Мы бы нашли выход из этой ситуации. К тому же, у нас есть такой чудесный руководитель, который бы нас тоже не бросил, поддержал и помог нам справиться с этим. Нашел бы выход. Спасибо. На самом деле, мне кажется, такой бы ситуации не произошло, потому что за время репетиции я заметила, что все очень ответственные. Даже самые-самые маленькие ребятки, они приходят всегда вовремя. Они могут репетировать допоздна. То есть все относятся к репетициям, не знаю, как. С уважением. Это уже режим дня, режим жизни у них такой. Поэтому, мне кажется, что таких бы ситуаций у нас не произошло. Потому что все у нас молодцы. Всем привет. Меня зовут Кристина. Я просто вижу, как в сети от меня. И у меня вопрос Кирилла Федерягина. Ваш спектакль известен, подарится. А знаете ли вы весь состав по именам? Ну, почти. А можете озвучить? Катя, Толя, Настя, Заяц, Лёша, Лера, Настя, Соня, Зайчиковый, Даша, котик. Я, друг, я. Да, почти всех, да. Андруша Дюкова самого главного. Всем привет. Меня зовут Алина. Я заметил, что некоторые играли по две роли. Было ли это сложно? Ну, если честно, да. Постоянно бегать, переодеваться. Особенно все-таки знаю, что между сценами пять сцен еще идет. Но все равно это все быстро в спешке собираешься, чтобы не опоздать. Этот вопрос, наверное, нужно вообще было отвечать Полине Добрыгиной. Да. Ты чаще всего у нас переодевалась. Она у нас и в танцах, и в сценах вообще очень активная девочка. Браво ей. Всем привет. Меня зовут Лиза. И у меня вопрос для тех, кто участвовал не только в этом мюзикле, но и в спектакле от студии Креатив. Как вам удавалось совмещать репетиции и мюзикла, и спектакля? Спасибо. Все было легко. Конечно. Потому что у нас, как я уже сказала, понимающие руководители. И просто отпускали. К тому же в Креативе мы с тобой участвовали? По-моему, все из наших ребят. А, еще Артура, я тебя не вижу, забыла. Лидия Михайловна и Елена Ильинична были уверены, что мы не подставим ни в коем случае, и все равно придем и на выступление, и на репетицию. Может быть, чуть-чуть опоздаем, но все-таки мы появимся, поэтому особых скандалов не было. А как преподаватели относились к тем, кто учится в девятом-одиннадцатом классе? Хотите давать экзамен, если вы так и не занимаетесь? Кирилл, скажи. А они ничего не говорили. Мы просто не ходили. Они нас не видели. Когда только мы начали ходить, сюда заниматься, у вас отличная отмазка идти с уроком. У нас запись. Учителю говоришь, а у тебя запись, можно я пойду? И уходишь. Зато они пришли сюда и видели твоих любимых учеников. И поняли, что они не зря все делали. Мой вопрос адресов для Ильи Степанова, Ленинера. Илья, я знаю, ты учишься в другом городе. Ездишь, получается, что ты ездишь в танец очень часто. Как же ты находил время для репетиций? Скажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, было довольно-таки непросто совмещать и учебу, и репетиции. Но мои преподаватели с пониманием к этому отнеслись. И я сдал в сессию досрочно и смог приехать сюда к вам, чтобы продолжить выступать, репетировать. Радуетесь. На протяжении всего мюзикла на сцене стояли красивые и сложные декорации. Ну и, конечно же, вы в шикарных костюмах. Безусловно, на это ушла большая сумма. Скажите, пожалуйста, кто являлся вашим спонсором? Родители. Громко. Три-четыре. Родители. Я считаю, что этот спектакль бы не прошел от самого главного героя, это Елена Ильинична. Елена Ильинична, у вас очень простой вопрос. Ваши впечатления от сегодняшнего выступления, от всех выступлений? Я знаю, что вы очень сильно переживаете за своих актеров, за своих, можно сказать, уже детей, если так можно выразиться. Просто у меня нету слов. Я была за плисами. То есть, короче говоря, у меня опять не получилось посмотреть из зала. Завтра я обещаю, что я буду уже смотреть из зала. Ладно, ребят, я тоже хочу насладиться. Но это нужно снимать прям вот отдельным. Что творилось? Вот задавали вопросы, да, девочки? Это было нечто. Мне кажется, это второй мюзикл. Это точно. Потому что переживай мне на сцене то, что вы показывали для зрителей. И то же самое творилось за кулисами. Ребят, вы со мной согласны? Да. Это было нечто. Потому что куда, что, так, где, куда она идет, где, что это, куда, так, после какой сцены. Это одновременно, понимаете, эмоции, ваши эмоции. Вы ведь себя, ну, не заставляли, там, это, не репетировали те, это, это саму из вас что-то шло, да? Поэтому я считаю, что это бывает только у талантных. Да ведь? У меня, у меня, у меня, у меня есть Никита. Ребят, я вам благодарна. Вы просто не представляете, что вы отыграли и ушли. Нет. Оказывается, вы со мной, вы с нами. Полина, аплодисменты. Приня, аплодисменты. Спасибо вам всем, что вы у меня есть. За ваш труд, за ваше терпение, вашим родителям просто низкий покой. Спасибо вам большое за вторую матчу, что они в покой. Итак, и последний вопрос, наверное, я хочу закончить. Если я хочу, например, участвовать в следующем году в мюзикле, к кому мне обратиться? Что сделать? К любым. К любому. Не надо обращаться. Просто приходи. И мы тебя уже не отпустим. Три года назад я пришел просто посмотреть. Чем они тут заняты? Просто посмотреть я пришел. Я тоже, Толя, за тобой. Ну и вот я здесь уже третий год. Спасибо большое за увлекательную беседу и за наиболее ко всему мюзиклу. Я думаю, что это самое массовое, что-либо здесь показывали. Спасибо большое. Продолжайте творить. Спасибо. 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 Надеемся, что танцевальный коллектив «Радуга» когда-нибудь вновь порадует нас новым шикарным мюзиклом. Ведь кураж от постановки первого и всех последующих спектаклей остался. Поэтому пожелаем успехов творческому коллективу. Спасибо большое.